А в магазине Механика продолжается распродажа. Скидка на лучшие игры до 90%. Ключи и аккаунты по нереально низким ценам. Заходи и покупай. Ссылочка в описании. Всем привет, ребят, с вами Механик. Сегодня мы продолжаем играть в GTA 5 и продолжаем восстанавливать найденную ржавую газелечку. И знаете что? Сегодня мы все-таки займемся с вами внешним видом. Попробуем сегодня ее восстановить и для этого поедем в сервис. Как бы как я ни старался, не смог я найти заднюю дверь, но мне сказали, что если я буду там ее восстанавливать, то мне все сделают. Все в лучшем виде. Поэтому мы сейчас с вами отправляемся в сервис. И постараемся. Офигенно просто! Да вы видели? Весь поворот. Весь поворот просто пролетел боком. Пускай угол не очень большой, но с учетом того, что весь поворот проходится боком на вот такой махине, ну это реально здорово. Не, машина очень-очень сбалансированно сейчас едет. Может быть где-то немного жестковата она, где-то еще что-то, но в целом, в целом мне реально нравится, как она сейчас себя ведет. Осталось только внешний вид как-то доделать, поэтому давайте сегодня этим и займемся. Так. Ну что ж, заезжаем, заезжаем. Эх, погнали. Ремонт, полировка, восстановление всех деталей. Офигеть, какая она яркая и насыщенная может быть. Так, ну что. Давайте займемся окраской, да? Посмотрим сейчас какие-нибудь другие цвета. Черный, конечно, было бы прикольно. Но это слишком, мне кажется, скучно. Так. Белая газель. Белая тоже такой классический для них цвет. Даже и не знаю, какой выбрать-то. Может синяя? Сейчас посмотрим, может зеленые какие еще цвета есть. Кстати, синие вот такие тоже были газельки. Ну, что-то зеленое, наверное, не знаю. Вот если только такое. Сейчас посмотрим еще металлик. Как металлик будет смотреться? Серебристый. Ну, она выглядит как какой-то, я не знаю, Мерседеса Вита или что-то такое. Наверное, все-таки нужно ее как-то в красной больше красить. Такой бордовый офигенный цвет. Но не для нашего проекта. Блин. Честно, наверное, я пока остановлюсь все-таки на оранжевом вот этом. Именно вот этот вот желтый. Просто, чтобы она сейчас выглядела красиво. Но покажу вам и другие цвета. А вы, ребят, проголосуйте в комментариях за какой... Вот это офигенный цвет, да? В общем, проголосуйте в комментариях за цвет. Сейчас я вам покажу все металлик цвета. Вот это тоже очень круто выглядит. И если... Ну, то есть какой комментарий наберет большее количество лайков или цвета будет очень много. Ну, и одинаковых комментариев с определенным цветом. В такой цвет я покрашу ее в следующей серии. Ну, а сейчас пока мы оставляем вот такой вот цвет. Офигительный. Ну, давайте тогда уж, раз мы здесь, то посмотрим с вами колеса. Так, эксклюзивные. Даже и не знаю, какие сюда ставить. Какие-то... Так, лоурайдер может какие-то посмотреть. Спицы типа... Ну, нет, спицы, наверное, сюда не подойдут. Может, маслкар? В маслкар они тоже какие-то, ну, не особо дрифтовые. Спорт. А может быть на полке какие-нибудь диски вот такие типа? Слушайте, наверное, что-то... О! Может, какие-то такие взять? Даже не знаю. Но здесь мы примерим их. Хотя, конечно, вот эта спарка сзади, она просто шикарно смотрится. Так, ну, давайте возьмем пока вот эти диски. И... Сейчас мы цвет колес. Попробуем какой-нибудь взять поярче. Я думаю, мятный какой-нибудь надо поискать. Эй, тут что, нет мятного, что ли? Ну, такой хотя бы. Так, а шины? О! Машины у нас есть заказные. Сейчас мы... Сейчас мы вернем, ребят, с вами развал. А! Не, ничего не надо возвращать, все нормально. Но вот заднюю ось все равно надо подстроить под эти одинарные колеса. Потому что, как видите, они... Колеса просто утонули там в арках. Так. Даже не знаю, стало лучше или хуже. Опять-таки, напишите в комментариях, как вы считаете. Так. Наверное, вот так. Все-таки мы... Уберем развальчик. Может, еще пониже сделать? Как-нибудь вот так, да? А переднюю часть можно тоже чуть ниже сделать. Ну, как-нибудь вот так вот, да? Слушайте, ну, неплохо смотрится так-то. Попробуем проехаться. Но, мне кажется, сейчас держака станет гораздо меньше за счет... За счет вот этих колес. Более узких на задней оси. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Как ее... Как ее сейчас сносит в занос-то жестко. Слушайте, как-то непривычно видеть ее в таком целом состоянии. Блин, ну, круто, конечно. Ничего не скажешь. И дубасит что надо. Так. Сейчас попробуем ее закинуть сюда в поворотец. Слушайте, нет. Такое ощущение, что стало гораздо меньше... Ну, в плане... Ее меньше сносит почему-то. Может, резина, ну, как-то лучше, что ли. Или что-то типа того. Офигеть, какая она жесткая стала. Видите, как ее просто всю дубасит. Хотя нет, ну, пятаки так же крутят. Но именно вы видели, да? Я пытался ее, когда в занос спустить. Мне не получилось нормально. Такой отарабский дрифт не получается, конечно. Но это все же не то, что мы с вами ожидали от данного автомобиля. Она прям такая жесткая, низкая, да? Я не знаю, если бы она была пассажирская, наверное, было бы еще круче. Не, ну, прям... Прям как-то я не знаю. Она совершенно по-другому начала ехать, если честно. Прям совсем по-другому, как видите. Действительно жестко как-то она идет теперь. И... Ее сложнее сорвать за нос. Блин. Немного я разочаровался. Я думал, что будет как-то, ну, по-другому. Вот так вот, так вот. Давай, 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 давай. Что-то не хватает все равно, ребят. Что-то реально не хватает. Хотелось как-то... Как-то хотелось, чтобы она, не знаю, ну, получше ехала, что ли? Может, все-таки это из-за чересчур заниженного зада? Давайте попробуем все-таки приподнять его. Посмотрим, как она поедет вот так вот. На такой подвеске. Можно даже вообще еще выше сделать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тоже непонятно. Ну, реально, такое ощущение, что не хватает мощности. Хотя, странно, турбину-то не трогали. Видите, она прям очень жестко так идет, ее всю прямо, всю колбасит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, жесть. Реально всю прям колбасит. Может быть, из-за передней оси, может, передняя тоже слишком зажата. Ах! Жесть, конечно. Давайте попробуем переднюю чуть-чуть приподнять. Такое ощущение, что там что-то сломалось. Так, ну-ка, пробуем. Сейчас посмотрим, как получится. Не знаю, хорошо или плохо. Но, в любом случае, мы с вами проверим сейчас. Не, все равно, как-то жестковато она идет. И минут после... После того, как ее полностью восстановили... Ох, мама. Слушайте, я испортил машину. Она на стандартных колесах гораздо лучше ехала. Реально было держак лучше. Ну, вообще, я не знаю, что-то... Что-то, в общем, испортилось, ребят. Попробую как-то восстановить по настройкам. Посмотрите, опять вся она запылилась. Опять вся грязнющая стала. Но, надеюсь... Надеюсь, мне удастся восстановить именно ходовые ее характеристики. Ну, а вы... Пишите и голосуйте за новый цвет, если хотите. Либо оставим этот классический желтый. По колесам тоже. Напишите, как считаете. Может быть, стоит вернуть стоковое. Потому что сейчас что-то она как-то, ну, реально слабо-слабо начала ехать. До этого было, мне кажется, лучше. Ну, а на этом все. Серия заканчивается. С вами был Механик. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok